Если где-то что-то убыло, значит в другом месте прибыло. Горячая вода, которая должна уже поступить в дома балаковцев, дошла не до всех. Зато возле трубы, напротив поворота, на подсосинке, целое море кипятка. Сейчас дренажируем, вот сейчас воду дренажируем, потом делают, вон там делают. А это горячая вода или что? Да, да. На горячую воду будет влиять, да? Да. А из-за этого кого-то отключили или как? Отключили пока. А где? Мы отключили вот на тысячники. Здесь и здесь вот отключили. А дома какие? А вот это я не могу сказать. Ага. Ну, весь микрорайон вот этот участок. А сильный порыв? Нет, там задвижка, запас. Все будете сливать сюда? Вот все спустили. Ну, просто давление сбросили и все, что нам надо. Клин выдернуть за задвижки. А прессовка началась 10 мая и за это время тепловики выявили почти две сотни порывов. В ходе гидравлических испытаний обнаружено 171 порыв. Из них 98 влияет на горячее водоснабжение. Устранено 82 порыва. Осталось 89 порывов. Из них 35 влияет на горячее водоснабжение. Из 770 домов на текущий момент подключено к ГВС 515 домов. На планерке в администрации в прошлый понедельник ставились самые крайние сроки подачи горячей воды в дома балаковцев. Но, видимо, даже самые пессимистичные прогнозы могут не сбываться. Сегодня понедельник, а горячая вода есть только в 70% домов. Проведены в полном объеме гидравлические испытания всех сетей города Балакова. В результате выявлено повреждения с ростом 50%. На сегодняшний день устранена основная масса повреждений, влияющих на подачу ГВС. Подключено 70% абонентов. Продолжаем сегодня-завтра в усиленном режиме выполнять работу по устранению повреждений и в подключении потребителей. Причины порывов основные какие? Ну, нами предприняты меры для недопущения подобных ситуаций. В отопительном периоде проведены гидравлические испытания на максимальную температуру и гидравлические испытания на повышенное давление до 20 кг. Чтобы выявить максимальное количество повреждений именно в межотопительный период. Чтобы в отопительном периоде свести это все на одно. Но даже в тех домах, где горячая вода имеется, она зачастую не горячая вовсе, а еле теплая. Когда же устаканится ситуация? Два-три дня мы работаем в круглосуточном режиме и дополнительно привлечены силы подрядных организаций. Сейчас перераспределяются потоки, потому что островная часть, там температура выше, а центральная часть ниже. Сейчас специалисты проводят регулировку и я тоже думаю, что сегодня к вечеру уже эта ситуация поменяется. С оплатой это отдельно, у нас работает СБИТ, снимает показания приборов учета. Также все это будет отражено. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!